Мечта, какая бы была мечта нашей страны, в Советском Союзе, будем голодать, но будем строить авианосцы. И коммунизм во всем мире. Никому не пришло в голову, что, а, можно не строить авианосцы, б, можно строить авианосцы и не голодать. Но это же вообще считалось не лозунг, это просто профанация. Обязательно надо голодать и строить авианосцы, тогда это эффектно. Авианосцы скверные, но когда построены на голодухе, это предмет гордости. Ничего нет, а вон плывет, вон летает, вон стреляет до сих пор. Предмет гордости, штанов нет, вот оно все, взлетело и полетело. И всегда в той области, где невозможно проверить, там самые большие достижения. Поэтому вот эта чернота, которая бродит, отсюда поиски величия, желания, чтобы обязательно это была великая страна. И это народное ощущение, это, к сожалению, народное ощущение. Михалыч, поверь мне, говорит, человек, к которому я хорошо отношусь, голодать буду, а страна должна быть великой. Откуда? Я говорю, он уже столько голодает, ему еще голодать, ну еще голодать. Ну как связать его голодовку с тем, чтобы страна должна быть великой? Почему он обязательно должен голодать? Почему не приходит в голову не голодать, чтобы страна была великой? Чтобы он хорошо ел, тогда страна точно будет великой. Вот такие простые вещи, вдруг теряешься. Получается так, что я говорю, что человек должен хорошо кушать, а он говорит, страна должна быть великой. Он выше, получается.